СОРОВСКАЯ КОМАНДА КВН С 1 февраля на 7,4% проиндексируют более 40 социальных выплат, в том числе маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, а также другим льготникам. Увеличенные субсидии получат более 20 миллионов россиян. В Едином госреестре недвижимости появится больше сведений об объектах. Так в нем будут указывать, является дом аварийным и подлежит ли он сносу или реконструкции. Это повлияет на величину налога. Если здание аварийное, его кадастровая стоимость ниже. Соответственно, и налогов нужно платить меньше. Банки станут за пять дней предупреждать клиентов, что у них заканчивается срок вклада. Если человек забудет его продлить, перестанет получать проценты. В случаях, когда по условиям программы вклад автоматически не продлевается, деньги с него переводят на счет довостребования со ставкой от одной сотой до одной десятых годовых. Контроль за коллекторами ужесточат с 1 февраля банки и микрофинансовые организации, у которых есть подразделения по работе с должниками, будут выполнять все те же требования, что и коллекторы. Например, записывать разговор с должником, не звонить ночью и не писать в соцсети. А приставы проверят, как банки и МФО работают с такими клиентами. Более пяти с половиной тысяч человек получили травмы в ДТП. 342 погибло. Такие безрадостные цифры за минувший год приводит региональная госавтоинспекция. При этом, как бы страшно не звучало 342 погибших, показатель этот в два раза ниже, чем было в 2017 году. По словам дорожных полицейских, это результат системной профилактической работы. Чтобы сократить число жертв ДТП, необходимо, во-первых, выявить, в каких авариях чаще всего гибнут люди. И, во-вторых, принять меры предотвращения этих аварий. Самые тяжкие последствия у нас происходят в связи с выездом транспортных средств на полосу встречного движения. И в подавляющем большинстве данные ДТП происходят из-за превышения скоростного режима. То есть наши водители, к сожалению, не оценивают состояние проезжей части погодных условий. И вследствие этого, превышая скоростной режим, не справляются с управлением, машина получает неконтролируемую траекторию движения. И при встречных лобовых столкновениях происходят самые тяжкие последствия с большим количеством пострадавших. Чтобы предотвратить выезды на встречную полосу, в регионе обследовали участки автодорог, на которых сконцентрировались очаги аварийности. Где-то изменили схемы движения, где-то увеличили зоны запрета обгона, снизили максимально разрешенную скорость. На некоторых трассах появились сигнальные столбики на разделительных полосах. Также дополнительно в регионе установили 55 комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Сейчас в области работает почти 600 таких комплексов. Если мы начинали в 2016 году всего лишь с одного вида нарушений, это превышение скоростного режима, то на сегодняшний день наши комплексы уже фиксируют до 24 административных составов. А это и превышение скорости, выезд на полустречное движение, неиспользование ремней безопасности, неиспользование дневных ходовых огней, движение по полосе предназначенной для общественного транспорта и многое-многое другое. Продолжается в области пилотный проект по снижению так называемой пьяной аварийности. На подобное ДТП приходится каждый четвертый погибший. Уже несколько лет в регионе линия 112 принимает от нижегородцев звонки о водителях, в которых подозревают наркотическое или алкогольное опьянение. С прошлого года за каждое такое подтвержденное сообщение выплачивают награждение в размере 2000 рублей. Как итог, пьяных аварий стало на 13% меньше. За 2024-й нижегородцы 3258 раз позвонили на линию 112. 746 пьяных водителей задержали по этим обращениям. При этом за вознаграждением обратилось всего 104 человека. Когда скептики говорили о том, что это доносительство, о том, что люди начнут ложную информацию какую-то давать, на самом деле практика показала иное. И она говорит о том, что наши люди сознательны. И действительно, они ведут непримиримую борьбу с нарушителем правил дорожного движения, с водителем, находящим в нетрезвом состоянии. Поэтому с каждым годом процент обращения граждан увеличивается. И в этом году, как я сказал, увеличился на 19%. Всего за минувший год в области задержали 10,5 тысяч нетрезвых водителей. И нижегородский проект по профилактике пьяной аварийности уже готовы тиражировать другие регионы. Блокада Ленинграда стала самым тяжелым испытанием для жителей города за всю историю северной столицы. По разным оценкам, на осажденной территории погибло до половины всего населения. Им выпало мощное испытание голодом, холодом и постоянными бомбежками. Оттого подвиг выживших и заставших снятие блокады невозможно переоценить. Дорогие ветераны, вы пережили то, что вообще никогда не должно было случаться на этой земле. И мы преклоняемся перед вашим подвигом, перед вашей стойкостью воли и верности нашему Отечеству. Но общаясь с вами, несмотря на все прожитые тяжелые времена, я вижу, какие вы жизнерадостные, какие вы интересные, жизнелюбивые и бодрые. Я честно, по-хорошему завидую вашей тягой к жизни, вашему жизнелюбию. Поэтому я желаю вам только здоровья и новых встреч с вами. Ежегодно представители власти, ветераны, студенты и школьники собираются на праздничный митинг. В этот раз исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Среди жителей нашего города еще есть те, кто застал те страшные мгновения, будучи ребенком. В нашем городе на сегодняшний день осталось 21 человек, Вячеслава Бакханова. Значит, самому юному 83, а самому взрослому 96. И мы, конечно, горды тем, что вот эти замечательные люди являются сегодня примером для нашей молодежи, для тех ребят, которые сегодня воюют, участвуют в специальной военной операции. Подрастающее поколение знает в подробностях об одной из самых трагических страниц истории нашей страны. На своих занятиях юно-армейцы не раз слышали обо всех лишениях и трудностях, через которые были вынуждены пройти ленинградцы. Огромный подвиг, потому что вот 20,5 года где-то прожить с очень маленькими запасами еды и победить. Это очень героический подход. Это действительно нужно знать, знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться и не позволять случиться такому вновь. Митингующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу перед вечным огнем. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Памятные знаки «Дети военного времени» вручают в соответствии с законом Нижегородской области, принятым законодательным собранием 15 декабря прошлого года. Такие нагрудные знаки и соответствующие удостоверения уже выдают в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по улице Шверника, дом 11. И их постепенно получат жители города, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Но следует добавить, что в нынешнем году исполняется ровно 10 лет со дня основания Саровской организации «Дети войны». На момент ее создания в городе насчитывалось 8460 человек, имеющих право на этот статус. Сейчас их только 3900 человек. «Ведь вот тут уже три девушки наши, которым 91 год. Одна не смогла прийти, моя соседка, потому что давление. Другие пришли, я смотрю, с палочками. Наше поколение уже, извините, нехорошее слово, уходит из жизни. Вот недавно, буквально дня два назад, мы проводились, из жизни ушел участник Великой Отечественной войны. В прошлом году ушел из жизни еще один участник войны. Все меньше и меньше остается людей нашего поколения. Мы не воевали, мы потому что были детьми, но мы тоже победители, и мы тоже герои. Герои потому, что мы смогли с вами выжить». Да, годы идут. Вместе с ними уходит из жизни поколение победителей. И участники Великой Отечественной войны, и труженики тыла, и те же дети военного времени. И поэтому можно сказать, что кроме определенных льгот, которые сей знак дает, он еще своеобразный знак внимания к людям, живым свидетелем той большой войны, чьими усилиями потом восстанавливалось народное хозяйство, и чьим трудом ковался ядерный щит Родины. «Как только пообщаешься с ветеранами, становится легче намного, действительно душевнее. Поэтому спасибо большое вам за душевность, за то, что вы остались самыми лучшими людьми для нас. Большое спасибо за патриотическую работу, которую вы ведете. Организация «Дети войны» ведет очень большую патриотическую работу, и это очень важно». «Спасибо, спасибо за добрую память». А прошедшие локальные события можно считать первой составной частью в череде запланированных мероприятий, приуроченных к десятилетнему юбилею организации и грядущей 80-й годовщине Великой Победы. «Мы сейчас готовим пятую книгу, пятую книгу, которая будет посвящена 80-летию Победы Великой Отечественной. Выходить на лед небезопасно. Об этом предупреждают таблички, которые стоят в некоторых наиболее популярных у горожан местах – у спусков к реке. Но зимой люди все равно стремятся сократить путь и выиграть время. Нужно понимать, что выход на лед – всегда риск. Тем более сейчас, когда температура стала стремиться к нулю, а на льду около берега появились полыньи. Лед в отепель или весной более опасный и хрупкий. Он может сразу и бесшумно провалиться под ногами. Оценить качество льда тоже проблематично, так как он покрыт толстым слоем снега. «Это означает, что лед может таить в себе разные всякие неприятности. Вот сейчас у нас около нулевая температура. Чем опасен лед в такую температуру? То, что снизу может быть достаточно теплая вода, которая попадает, например, с верховья в стец, или там вообще канализации какие-нибудь, соответственно, лед снизу начинает подтачиваться. И когда он подтачивается, он может быть просто непрочным под нашими ногами». Если вы все-таки решитесь перейти в водоем, то обращайте внимание на выбранное для этого место. Там не должно быть растительности около берега, выходов канализационных труб, стоков ливневок. В таких местах лед непрочный. Посмотрите, есть ли на льду протоптанная дорожка, и старайтесь идти ровно по ней, не сворачивая в сторону. «Если человек хочет перейти по льду, то у него должна быть либо лыжная палка, либо просто палка, чтобы ею можно было попробовать качество льда. Если не перед собой, а в стороне ударить этой палкой, и если она отскакивает ото льда, то можно сказать, что лед прочный. Если палка вдруг погрузилась в лед, или выступила вода, это означает, что лед уже не выдержит человека». При несчастном случае важно сохранять спокойствие и не паниковать. Если у вас под лед ушла нога, остановитесь, лягте назад, на спину и постарайтесь вытащить ногу. Если вы сами оказались в воде, постарайтесь немедленно сбросить с себя тяжелую верхнюю одежду – ботинки. Всегда откатывайтесь или отползайте назад, только в ту сторону, с которой пришли. Там лед уже проверенный. И не стесняйтесь звать на помощь. «Те, которые хотят помочь человеку, они должны использовать так или иначе какие-нибудь подручные средства. Вот у вас есть шар, его можно использовать для того, чтобы спасти человека. Мы должны быть на расстоянии порядка двух-трех своих ростов от человека, который провалился под лед. Считается, что такое расстояние для спасателя безопасно». Приближаться к человеку, который попал под лед, нужно ползком. И лучше всего проводить операцию по спасению группой людей. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112. В арсенале секции ЦВР есть также советские спортивные луки конца 70-х годов, с которыми участники объединения «Армир» не раз выигрывали турниры. А также облегченные детские луки из стеклопластика. Новички стреляют именно из такого. Рассмотреть разные виды оружия и научиться им пользоваться теперь можно на занятиях Молодежного общественного объединения «Армир». «Английский лук, лук-болк так называемый. Значит, это, можно сказать, реконструкция лука средневекового. Значит, из таких луков у нас тоже стреляют. Он сделан из нескольких лавиц, слоя древесина. Значит, как бы центральная рукоять есть. Ну и, в общем-то, он достаточно туго. То есть, вот здесь натяжение около 20 килограммов». Главная задача – уметь обращаться с оружием и попадать точно в цель. Занятия проводят опытные педагоги. По их словам, выйти на хороший уровень возможно уже после двух-трех занятий в неделю. Научиться стрелять достаточно несложно, сложнее научиться попадать. Для этого нужна постоянная практика по стрельбе. Вы хотя бы один-два раза в неделю приходите стрелять. Что касается занятий наших, то сейчас у нас все равно на начальном этапе тоже находится. Сейчас у меня ребята просто учатся попадать в мишень на дистанции 10-15 метров. Чем больше натяжение, тем больше дальность полета стрелы. Обучаться стрельбе из лука под силу детям с 12 лет и взрослым. Желательно, чтобы не было противопоказаний по здоровью. Начинающим спортсменам снаряжение предоставят в клубе. Позже нужно будет обзавестись своим. Записаться или задать интересующие вопросы можно в группе молодежного общественного объединения «Армир» ВКонтакте. В прошлом году проект «Недетская помощь для победы» получил финансовую поддержку всероссийского конкурса «Росмолодежь-гранты». На базе центра внешкольной работы уже на протяжении полугода ребята вместе со взрослыми помогают фронту. Плетут маскировочные сети для военнослужащих СВО. На средства гранта закупили необходимые материалы и оборудование. В клубах мечта, восход и здоровье, работа мастерских кипит вовсю. У нас была встреча с военнослужащими, которые пришли как раз с фронта. Они проводили беседу с нашими подростками. Мы им тоже все рассказывали про проект, показывали наши ткани. Они оценили, сказали, что действительно очень нужны маскировочные сети и они спасают жизни. Но на самом деле маскировочные сети – это расходный такой материал. То есть как бы мы их ни сплели, военнослужащие уже на месте их будут корректировать под свое место. Самое сложное в изготовлении маскировочных сетей – подготовительный этап. Сеть нужно разрезать определенным образом на кусочки нужного размера, потом оплести шнуром и привязать ниткой. Так сеть, которая называется «Дель», подготавливают к дальнейшей работе. Чтобы было чем оплетать сети, нужно нарезать ткань на одинаковые лоскутки. Это тоже определенная техника. Я резала ткань на то, чтобы ее вплетали в сетку. Только это комфортно, да? Да. Насколько это сложно? Это довольно легко, это справятся даже подростки, дети и взрослые. С помощью этих сеток бойцы будут скрываться от противников или защищаться от них. Это довольно-таки может спасти им жизнь или помочь в разведке. Следующий шаг – оплетение маскировочных сетей тканью. Вся работа занимает примерно полтора-два часа. Педагоги ЦВР помогают ребятам, показывают, как сделать правильно, рассказывают о важности такой работы, которая спасает жизни людей. Надо было вставлять ткань, которая сливается с землей, с травой, пропускать ее в сетку и завязывать снизу узлы. Чтобы помочь военнослужащим, чтобы их, например, не обнаружили, помогли, спасли им жизнь. Маскировочные сети волонтеры делают по сезонам. Сейчас изготавливают зимний вариант изделия. В прошлом году Клуб Мечта и педагоги Светлана Кучерова и Светлана Емельянова получили благодарственное письмо от регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области за бескорыстный вклад в поддержку российских военных в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы». Присоединяйтесь к доброму делу и вы. Подробности можно узнать по телефону 98104. Также в Клубах Здоровья и Мечта собирают жестяные банки для изготовления окопных свечей. Корнхолл, Джакала, Кульбута, Новус, Дженго. В игры с такими необычными названиями играют участники клуба «Лотос». Еженедельно молодые люди собираются в молодежном центре и оттачивают меткость, сноровку, внимательность и логическое мышление. Игры специально адаптированы для людей с ОВЗ и инвалидностью. Проект инклюзивный «Тим Билла Денкасоба и Лига» стал победителем в конкурсе на предоставление субсидий социально значимым некоммерческим организациям Сарова. Этот проект, инклюзивный тимбилдинг «Особая лига», он рассчитан на то, чтобы ребята овладели как раз навыками настольных спортивных адаптивных игр, для того, чтобы развивать себя в этом направлении, то есть приобщаться к здоровому образу жизни, так как игры, они способствуют развитию логического мышления, мелкой моторики, всем мыслительным процессам. То есть здесь нужно не просто, например, забить шар, а подумать, в какую лузу это лучше сделать, чтобы набрать большее количество очков. Проект разработали педагоги молодежного центра совместно с НКО «Молодежь Сарова». Проект стартовал с сентября. Участники начали с теории, изучили историю развития игр и их правила. Теперь ребята с удовольствием собираются и играют вместе. В процессе игры они поддерживают друг друга, помогают товарищам, у которых что-то не получается. Так участники становятся ближе и дружнее. Мы сегодня играли в такие игры, как «Корнхол», «Джакала», «Кульбута», «Дженгу» и собирали куб из деревяшек. Больше всего мне, пожалуй, нравится «Джакала». Что это такое, что там надо было делать? Это забивать фишки в ворота. В рамках проекта команда планирует участвовать в онлайн-чемпионатах по настольным спортивным играм и проводить очные турниры для всех желающих. У клуба «Лотос» есть и другие хорошие новости. Руководитель Екатерина Неконорова вошла в список грантовых амбассадоров Нижегородской области. Конкурс названия грантовых амбассадоров проводил молодежный центр «Высота». К участию привлекали победителей и активных участников грантовых конкурсов разных уровней. Задача амбассадоров – вот эту идею социального проектирования развивать, для того, чтобы как можно больше молодых людей, они втягивались в социальное проектирование, разрабатывали проекты. Ведь это очень важно, чтобы наши молодые люди, наши старшие школьники, студенты, они, являясь частью социума, частью нашего общества, задумывались над тем, как можно помочь другим людям, а это можно сделать с помощью проектов. Теперь Екатерина Неконорова будет помогать новичкам разрабатывать и создавать социальные проекты. Грантовые амбассадоры пройдут обучение и будут делиться своим опытом, рассказывать, как можно принять участие в грантовых конкурсах, чтобы воплотить в жизнь различные проекты. Питомниковый собачий кашель еще называют инфекционным трахеобронхитом, собачьим гриппом или аденовирозом. Это инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Заразиться можно воздушно-капельным путем. Питомниковый кашель поражает организм животных вне зависимости от их породы, возраста, пола и характера питания. Симптомы болезни следующие. Сначала собака может подчихивать и подкашливать. Потом начинается мокрый кашель с отхаркиванием. Последствия заболевания могут быть серьезными. Домашняя собака может подхватить заболевание через контакт с другими животными на площадках выгула. Поэтому в период эпидемии минимизируйте общение вашего питомца с собаками и следите за тем, что он нюхает и берет в рот на улице. Если собака уже заболела, сократите время и частоту прогулок, чтобы не заражать других животных. Лечить самостоятельно сразу собаку не нужно. Если вы заметили, что у вас собака подкашливает, просто ограничили ей прогулки, увлажнили ее. Если она, допустим, немного подкашливает, можно детским сиропом откашлить. На травах, естественно. Теплое, обильное питье и больше ничего. Ну и покой. Если у собаки наблюдается изнуряющий кашель на протяжении нескольких дней, рвотные позывы и отхаркивание, то нужно обратиться ко врачу, делать рентген и антибиотикотерапию. Выставки собаки могут привезти, где большое скопление животных находилось. С приютов могли, то есть где-то бездомные животные, особенно, которые насилки у нас бегают, тоже у них там сейчас эпидемия, все они кашляют. Ну а другие очень быстро заражаются, имея обычный просто контакт механический с теми окружающими предметами, которые были поражены слизистыми зараженной собакой. Сейчас вакцины от питомникова кашля нет. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и вовремя лечите своего четверногого друга. Попасть на фестиваль Кивин в Сочи команда НИИ мечтала давно, но по ряду причин у них это не получалось. В декабре прошлого года их мечта наконец осуществилась. Они стали победителями КВНовской лиги в Дзержинске. Там ребятам вручили грант на 100 тысяч рублей, который они потратили на поездку в Сочи на Кивин 20-24. Как раз этот приз не просто на какие-то траты, а для того, чтобы поехать в Сочи на фестиваль. Это самое главное, наверное, событие для всех КВНчиков. Поэтому каждая лига старается посылать туда представителя, именно чемпиона. Поэтому благодаря этой победе мы попали на фестиваль. В лиге приняло участие более 600 команд со всей России и СНГ. Фестиваль проходил в два этапа. На первом жюри просматривали все команды. Саровские КВНчики смогли пройти в 80 лучших. А после ребят и вовсе признали лучшими. Мы радовались, мы прыгали, мы целый вечер. Ну, мы отмечали, в общем, как могли. Естественно, мы написали всем своим, что мы молодцы, мы чемпионы, нам медали выдали золотые. У нас глаза горели. Саровские КВНчики с теплом отзываются о фестивале. Особенно им понравилась организация. Ребята успели не только выступить на сцене, но и принять участие в мастер-классах, где они смогли пообщаться со знаменитыми комиками. Также саровчане отмечают, что уровень конкуренции на фестивале был разным. Кого-то жюри отсеивали сразу, а с кем-то пришлось побороться за первое место. Взяли себе основное, что мы очень конкурентно способны. У нас после этого сочинского фестиваля очень сильно сгорелись глаза. То есть продолжать, не бросать. Также продолжать нашу школу КВН. Хочется, чтобы и молодых ребят, которые мы обучаем, увидели тоже воочию все это. И, соответственно, хочется дальше продолжать все это и играть, и учить ребят. Теперь команда КВН-НИИ может участвовать в центральных и телевизионных лигах. В ближайших планах у ребят подать заявку на одну из крупных лиг. В какую именно – пока решает. В этом году в традиционном чемпионате города по баскетболу среди мужчин участвуют 9 команд. Это максимальное количество за последние годы. За победу борются команды подразделений в НИИФ, предприятия, организации города, а также студенты СРФТИ и политехникума. Игр прошло пока немного. На первом этапе баскетболисты играют по круговой системе. Каждая команда с каждой. Затем будет второй этап и плей-офф. Чемпионат будет идти на протяжении двух месяцев. Это еще начало чемпионата. Игр состоялось немного. Я думаю, треть игр прошло первого этапа. Расстояние меняется. Оно также переносится в связи с тем, что проводятся игры чемпионата области. Тоже многие игроки участвуют за команду «Атом», за команду ветеранов города Сарова. Чтобы вырваться вперед, спортсменам нужно максимально выкладываться на результат уже с самого начала чемпионата. Предварительные итоги соревнований подводить, конечно, пока рано. Но на первом этапе уже выявляются сильные команды. Лидеры у нас, как всегда, в чемпионате – это команда «Звезда», которая прошла комплектованно игроками. Ну, мы боремся, борются с ней за... В этом году я, по крайней мере, думаю, что будет бороться за призовые места команда «Сарти» студентов. Команда «Союз» окажет, я думаю, какое-то сопротивление этим двум сильным командам. Ну, и, как всегда, не бывает без сенсации. Я думаю, что кто-то может из других команд тоже вмешаться в гонку за медалями. В рамках очередной игры чемпионата на паркете встретились команды «Союз» и «Энергия». С самого начала «Союз» вырвал лидерство соперника и забивал мяч за мячом. «Энергия» не желала уступать своей позиции. Игра выдалась напряженной. Расслабляться баскетболистам нельзя было ни на одну минуту. Фоллы были с той и с другой стороны. К концу четвертого периода «Энергия» не смогла переломить ход игры. И «Союз» победил со счетом 103-72. Зимний чемпионат города по мини-футболу в Сарове проводится традиционно. В этом году в нем принимают участие 8 команд. Игра проходит в два круга. Каждая команда сыграет 14 игр. Правила у нас медийного футбола. То есть размер площадки 60 на 40. Два тайма по 25 минут. Семь в поле, один вратарь. Ну, укорочена немножко площадка. А так, в принципе, правила большого футбола. В зимнем чемпионате города принимают участие как опытные спортсмены, так и молодое поколение. Артем Кичкаев занимается футболом 11 лет. В спорт его привели родители. Футбол для молодого человека – образ жизни. И он планирует связать с ним свое будущее. В текущем чемпионате Артем лидирует в таблице лучших бомбардиров. Он забил в ворота соперников 12 мячей. Но для победы его команде до бросоров не хватает еще несколько голов. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы занять в таблице высшее место. Несмотря на холодную погоду, поддержать любимые команды на поле пришли заядлые фанаты футбола. Родители, бабушки и дедушки, друзья и знакомые. Каждый раз ходим, да, отличается, конечно. Они сегодня вообще прям в угаде. Игра мне очень сильно нравится и полею я, как обычно, только за добро Саров. Почему? Потому что там играет мой парень. У меня слуха нету. Со мной все нормально, я всегда прихожу. У меня текст и внук. Вот он, внучок-то мой, рает. Поддерживаете? А то нету. Для того, чтобы давление подскакивает. Вот как поддерживает. И весь мокрый. Пока первое место в таблице занимает футбольный клуб «Авангард». Второе – «Добро Саров». На третьем – «ФК Икар». Но все может измениться в любой момент. Команды настроены на лучший результат. Победителям чемпионата вручат дипломы, медали и кубки. За расписанием игр можно следить в группе ВКонтакте «Федерация футбола города Сарова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова